Здравствуйте, мои дорогие! С вами Дина, и я приветствую вас у себя на кухне и на канале «Коллекция рецептов». Многие считают, что постный стол кажется унылым и однообразным, но я постараюсь показать вам, что это не так. Начинаем серию рецептов постных блюд и сегодня приготовим постный томатный суп с фасолью. В этом супе 8 видов специй и пряностей. Он настолько вкусный и ароматный, что даже самых требовательных гурманов не оставит равнодушными. Для его приготовления нам потребуется 4 крупных помидора, 400 г консервированной фасоли, 2 луковицы, морковь, 400 г томатного пюре или консервированных помидоров, 50 г растительного масла, зелень, головка чеснока, лавровый лист, специи и пряности. Для начала подготовим все овощи. С помидоров необходимо снять кожицу. Для этого делаем на них крестообразный надрез, заливаем их кипятком на несколько минут и отставляем в сторону. А пока помидоры ошпариваются, натираем морковь на крупной терке, лук нарезаем мелким кубиком и измельчаем чеснок. Сливаем с помидоров кипяток и заливаем их холодной водой. Спустя несколько секунд снимаем с помидоров кожицу. У очищенных помидоров удаляем плодоножку и нарезаем их небольшим кубиком. Мелко измельчаем зелень. По рецепту лучше взять свежую кинзу, но можно использовать любую зелень. Все продукты подготовлены и мы переходим к плите для приготовления супа. Я буду готовить этот суп в широком и глубоком сотейнике. Наливаем в него растительное масло и как только масло хорошо нагреется, высыпаем лук. Обжариваем лучок до полуготовности и затем добавляем морковь. Продолжаем обжаривать овощи до слегка золотистого цвета. Затем всыпаем чеснок, хорошо перемешиваем и тушим еще 1-2 минуты. Как только почувствуете чесночный аромат, добавляйте томатное пюре. Перемешиваем овощи с томатом, даем пассировке закипеть и всыпаем нарезанные помидоры. Если нет свежих помидоров, можете использовать консервированные. Хорошо перемешиваем овощи и заливаем их кипящей водой. Добавляем консервированную фасоль вместе с отваром. Доводим до кипения, накрываем крышкой и кипятим 10 минут на небольшом огне. Спустя 10 минут добавляем специи. Лавровый листик, по пол чайной ложки копченой паприки, хмели-сунели, черного молотого перца, сванской соли, полную чайную ложку сладкой паприки и по пол чайной ложечки сушеного базилика, кинзы и прованских трав. Супчик хорошо перемешайте и попробуйте на вкус. Мне не хватило соли и немного сахара. Накрываем крышкой и продолжаем варить на медленном огне еще 5-7 минут. Наш постный томатный суп с фасолью практически готов. Добавляем в него зелень и выключаем огонь. Несмотря на то, что суп на воде, он получился очень сытный, ароматный, с насыщенным пряным вкусом. Специи, входящие в его состав, прекрасно сочетаются с томатами и фасолью. Я приглашаю всех к столу и традиционно желаю приятного аппетита! Поститесь не только с пользой, но и с удовольствием! Если этот супчик пришелся вам по вкусу, ставьте пальчик вверх! Делитесь этим рецептом с друзьями и оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube канал «Коллекция рецептов» и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. Ссылка на экране и в описании. У меня на канале есть рецепты и других постных блюд, посмотрите их, если еще не видели. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов!